Без машины никуда. Но вот что надо сделать, чтобы зимой она легко заводилась, двигатель работал без перебоев, да и вообще не возникало проблем. Но мне этот вопрос решить легко. Звонок брату, и он все проверит и сделает. Женщины-водители в большинстве случаев доверяют свою авто мужчинам. Муж помогает, все делает, все, как говорится, только он. У мужчин своя стратегия. Ну, первым делом, конечно, я поменяю зимнюю резину. Вторым делом я обработаю ее пушчим салом, чтобы машина не подвергалась никакой ржавчиной. Потому что у нас, к сожалению, очень много обрабатывают зимой дороги солью и прочими реагентами. Я считаю, что зимой машина должна работать очень надежно. Наперво, конечно, надо уделить внимание резине. Также думаю, что надо уделить особое внимание тормозам, как-то для зима, сами понимаете. Ну, масло поменять, расходники, это тоже обязательно, чтобы ваша красавица вас не попвела в морозы, чтобы не надо было с ней чиниться в морозы. А еще всем автолюбителям, которые сами любят заниматься ремонтом, настоятельно рекомендую заниматься этим до наступления холодов. Потому что холода будет неприятно, и надо все сделать дома. Ну, а кто-то просто обращается к профессионалам и делает стандартное ТО. Желательно, чтобы к этому времени у вас подошло время ТО. Чтобы вы заменили масло, залили более свежее масло. Причем в зимнее время лучше использовать синтетическое масло. Оно более жидкое, что облегчает зимний пуск. Также очень важно проверить уровень всех жидкостей. Уровень жидкости гидросит. Уровень тасола нужно проверить обязательно. Желательно специальным прибором проверить тасол на его пригодность. Потому что бывает, что люди, когда очень долго не меняют тасол, он уже теряет свои свойства, и мороз будет перемерзать. Мелочей в деле подготовки машины к зиме нет. Темнеет рано, светает поздно, слепят встречные фары, дорожные условия сложные и меняются. Замена летней резины на зимнюю – это еще не все. Специалисты советуют еще и про балансировку не забывать. Обязательно нужна балансировка колес, даже если она уже установлена на диске. Потому что в процессе эксплуатации происходит износ колеса, и колесо все равно разбалансируется. А разбалансированное колесо – это повышенный износ передней подвески. Есть смысл и про мойку не забывать, ведь от зимних реагентов порой сильно страдает лакокрасочное покрытие. Впрочем, если даже зимой ездить не будете, лучше машину помыть. Тем более, что современные технологии позволяют сделать это качественно. Чем хороша наномойка? То, что при выполнении наномойки осуществляется двойная мойка автомобиля и плюс покрытие нановоском. Автомобиль после наномойки выходит как будто после полировки. Эта защитная пленка, если вы не эксплуатируете автомобиль, она сохранится всю зиму. А если вы будете эксплуатировать автомобиль, то это сохранит его при плохих дорожных условиях. Причем это нано-покрытие сохраняется в течение нескольких моев. Ну вот, вроде бы и все. Значит, еще раз. Замена резины с балансировкой колес, проверить заряд аккумулятора без нагрузки и под нагрузкой, поменять масло, заменить воду на незамерзайку, при необходимости поменять свечи, проверить уровень антифриза и тормоза. Можно смело ждать зиму.